Я впервые в жизни видел лося в лесу. Мы, похоже, подъезжаем к фьордам. Выехали мы, наконец, из Осло. Три чудесных дня провели мы там. Все понравилось, я все рассказывал. А сейчас мы едем в Ставангер. 450 километров насыщенных дорог, с серпантинами, городами, трассами. Едем по трассе Е-134. Пока вы подписывайтесь на канал, ставите лайки, даже если я там ничего хорошего не выложу, и вы увидите здесь что-то полезное, все равно, пожалуйста, подпишитесь на канал. Мне будет приятно, и я буду видеть, что есть какая-то отдача, и что я сделаю что-то полезное и интересное. А пока у нас снова идет снег с дождем. Дорога не очень. Все в том же стиле, как с Питера началась такая, пидрушка, так и продолжается. На улице достаточно прохладно. Два градуса, идет периодически снег. Сзади можно видеть на деревьях даже он лежит еще, а тут периодически попадается на дорогах большие. А, да, что говорить, вон, сзади меня снег. Где тут? Вот он. Да, ну а в целом все супер. Туман, дождь, очень красивые виды. Вот. А теперь пойдемте, я расскажу вам про туалет. Хм, три показателя. Водички помыть. А, первое это мыло, потом смыть, потом высушить, а это смыть сортир. Короче, вот такие бесплатные сортиры на... Парковочках. На бесплатных парковочках, да. Как-то зеленый свет горит. Даже видно, что он свободен. Очень тепло. По сравнению с улицей. Где сейчас два градуса? Осталось нам примерно 350 километров пути. Дальше должно быть все только насыщеннее, так что не включайте, смотрим. Итак, народ, две новости. Первое. Я впервые в жизни видел лося в лесу. В пяти метрах около дороги. Пересрался. Теперь я верю знаком. И буду сейчас внимательнее ехать дальше. Вторая новость. Мы, похоже, подъезжаем к фьордам. Потому что сзади меня открывается вот такой вид. А внизу целый город. И мы едем дальше. Очень интересно ехать. Вон, нифига себе, вон там даже есть серпантинчики. Мы, походу, едем сейчас туда. Тут у нас водопадик. Можно умыться. Посмотреть. Я сейчас даже попью. Только что шел град. Все, короче, едем дальше. Переменчивая погода так и продолжалась. То снег, то дождь, то солнце, то град. Спустя некоторое время мы, видимо, поднялись на вершину горы, где природа еще спала и везде лежал снег. Несмотря на это, хоть на улице и было всего 3 градуса, холод не ощущался, так как припекало солнце. В дороге мы встретили большое количество озер во льду, а также впервые увидели замерзшие водопады. Оставлю ссылку на это место на гугл-карт. Я сам сниму. Это я рулем. Видели, какие виды? Горы. Замерзшие озера. Или я не знаю, что это такое. Наверное, это озеро. А видели ли вы когда-нибудь замерзшие водопады? Вот. Вот они. Видать, что очень холодно. Считается в Норвегии сейчас. Тут я, кстати, и разбил свой квадрокоптер, засмотревшись на водопад, который уже отснимал. Я надеюсь, что он подойдет. И все будет нормально. Как он высоко побежал. Норм? Так. Аккумулятор где? В кармане вылился. Ну, ничего не сломалось? Да нет, так, понемножку. Камера, вон, подвес что-то выехал. Сейчас, давай затестим его. Пластмасска вылицала. Как я так засмотрелся? Я не знаю. Вот на это засмотрелся. Дальше было интересней. Дело было к вечеру, и начинался очень сильный снегопад. Снег уже не таял, а оставался на обочинах и макушках деревьев. Через некоторое время он начал превращаться в кашу на дороге. Кстати, полное видео о том, как нам замело дорогу, можно посмотреть по подсказке сверху экрана. Это снег, так? Мы едем на ленькой резине. Нам еще так ехать 30 километров. Дорогу все занесло. Скорость наша меньше 40 километров в час. И когда на одном из подъемов температура опустилась до нуля градусов, и дорога уже порядочно замело, я понял, нужно разворачиваться. Дальше, вцепившись в руль, мы со скоростью 15 километров в час решили развернуться и поехать обратно. Дорога была уже вся в снегу, повороты были крутые, серпантины, отбойников не было. Буквально за 8 километров обратного пути ситуация изменилась. Снова светило солнышко, была травка зеленая и никакого намека на снег. И это было удивительно просто. Норвегия удивительная страна. Мы, в общем, пасанули и не поехали в горы. Я только что заметил, какая у нас машина, заметенная снегом. Это был страх. Вот то облако нам мешает проехать через этот перевал. Мы не знаем, что делать. Так как оставаться тут был не вариант, а ехать в объезд это еще несколько десятков километров. Да и темнело уже. Мы собрались мыслями и сели на хвост. В фуре нам фортануло, ехала фура. С двумя парами задних колес. Вот такие широченные колеса у нее были. Она-то нам и расчистила путь. И да, каким-то чудесным образом мы уехали в эту гору. Машина в конце горы уже напряглась, ее начала заносить. Но все обошлось. Мы въехали вместе с фурой в эту гору. И я не отставал от нее следующие 30 километров, чтобы, не дай бог, опять не встретить такой снег. После этого мы выехали на федеральную трассу. Там уже горят огонечки. И следующие 100 километров мы просто кайфовали. Тепло. Было время 10 часов вечера. А на улице просто смеркалось. А у нас в Нижнем Новгороде уже была ночь. Интересным фактом для меня остается по-прежнему то, что въехав в эту гору, и буквально прошло 10 минут, и весь снег растаял. И мы ехали снова по идеальной дороге с хорошим покрытием. И ни на мёка, ни на снег, ни на дождь, ни на плохую погоду. Та дорога, по которой мы ехали от Осва до Ставангера, оказалась очень непредсказуемой. И на данный момент я вспоминаю её как с чувством страха в груди, так и как самый незабываемый маршрут всех наших поездок. От себя, наверное, хочется добавить, что нет плохих дорог, есть просто неподготовленные водители. Ну а в следующем видео мы вам расскажем, как мы погуляли по Ставангеру, и покажем, насколько красив этот маленький городок.